всем привет дорогие любимые самые лучшие мои подписчики и гости канала добро пожаловать на мой кулинарный канал сегодня по вашим просьбам мы готовим корейское блюдо чапче готовит его сегодня моя тетя на каждое мероприятие на каждый праздник тетя готовит чапче и я вам хочу сказать что тетя на чапче уходит со стола самым первым гости всегда просят неоднократно добавку чапче это крахмальная лапша которая готовится по аналогии с фунчозой но то есть это другая разновидность фунчозы которая подается в горячем виде и кушать чапче нужно как можно быстрее пока она еще не остыла как только чапче остывает она начинает ломаться ломается она все сильнее и сильнее если вы на следующий день будете кушать чапче вы просто его будете уже кушать ложкой поэтому готовьте чапче ровно столько сколько вам необходимо для одного раза оставайтесь с нами сейчас тетя подробно покажет как приготовить вкуснейшие чапче по-корейски мы начинаем для начала нам необходимо замочить грибы грибы мы берем шиитаки здесь у нас ровно 100 грамм друзья будем по мере приготовления блюда рассказывать об ингредиентах полный список с точными пропорциями вы найдете внизу в описании под этим видео мы замачиваем в теплой воде потому что нам нужно уже буквально через несколько часов заправлять этот салат а если вы не торопитесь и у вас есть возможность замочить грибы на ночь тогда замачиваете в холодной воде то есть если на пару тройку часов в теплой замачиваем воде в 40 градусной если на ночь то в холодной воде а чтобы грибы вот так не всплывали накрываем вот так тарелкой и грибы таким образом будут полностью погружены в воду все оставляем грибы часа на три грибы на чапче у нас уже хорошо набухли посмотрите какие они стали большие мы их хорошо промыли и откинули на дуршлаг чтобы стекала вода для приготовления чапчег мы поставили воду и довели ее до кипения и так в кипящую воду тетя помещает 350 грамм лапши сейчас посмотрим сколько тети будет варить лапшу и скажу вам точное время вот так перемешиваем ложкой вилкой неважно погружаем полностью лапшу в воду вот так постоянно вот так помешивает чтобы лапша не прилипла к дну и между собой тоже не слиплась но как обычное спагетти мы варим то есть постоянно перемешивает и так в итоге варили мы лапшу 15 минут ровно и теперь тетя сливает горячую воду слегка теплой водой тети все перемешивает и промывает постепенно сначала теплой водой тети промывает а потом холодный потому что крахмал нельзя промывать сразу холодной водой правильно поняла она уже остыла до у вас лапша после того как промыли теплой водой тети промывает холодной водой несколько раз теплой водой несколько раз холодной водой и сливаем теперь в дурطфлаг получается промыли раза три в теплой воде и раза четыре в холодной воде и теперь поскольку лапша длинная тетя берет и вот так ножницами и и отрезает примерно по 15 сантиметров так чтобы было удобно кушать вот так нарезаем таким способом лапшу и уже нарезанную лапшу опять отправляем в дуршлаг ждем когда полностью стечет вода теперь когда вода стекла посолим по вкусу тетя кладет примерно 2 чайные ложки тетя делает именно таким способом кто-то делает во время жарки солит но тогда неудобно будет ее мешать и чтобы лапша не слиплась слегка поливаем растительным маслом обтираем даже можно сказать не поливаем а обтираем вот так все лапшу смазали растительным маслом посолили и вот так тетя накрывает салфеткой кухонным полотенцем и тем временем мы займемся овощами из овощей для чакче мы берем болгарский перец вообще в идеале брать светофор но у нас сегодня оранжевый желтый и красный оранжевый и желтый по одному целому болгарскому красные половинка в общей сложности здесь примерно грамм 600 морковь примерно 200 грамм и луковица довольно крупная примерно на 250 грамм а также 70 грамм зеленого лука и 4 зубчика чеснока тетя уже все овощи и мясо нарезала мясо она взяла 250 грамм и нарезала вот такой мелкой соломкой грибы тоже нарезала соломкой посмотрите вот такие кусочки и все нарезала соломкой то есть болгарский перец соломкой не очень тонко примерно по 5 миллиметров лук соломкой примерно по 2 миллиметра морковь соломкой по диагонали нарезала вот так лук перышки лука и 4 зубчика чеснока также измельчила ножом все овощи и мясо у нас подготовлены сейчас тетя будет это все обжаривать в разогретый казан берем 150 миллилитров растительного масла ждем когда масло хорошо прогреется и так тетя уже хорошо прокалила масло вот таким способом она проверяет закинула 2 луковички и они уже зашкворчали видите все закидываем лук все хорошо перемешиваем и обжариваем до золотистого цвета периодически лук необходимо будет перемешивать и так лук прожарился до золотистого цвета отправляем в казан 250 грамм мелко нарезанного мяса теперь обжариваем мясо до готовности периодически помешивая теперь уменьшаем газ до среднего и обжариваем мясо до готовности примерно минут 20 мясо уже почти готово у нас прошло в 12 минут у нас мясо свинина если говядина потребуется чуть больше времени теперь закидываем грибы и обжариваем грибы до готовности на этом этапе мясо с грибами мы посолим берем одну чайную ложку без горки соли и хорошо перемешиваем также на среднем огне у нас обжариваются грибы с мясом до готовности периодически нужно помешивать чтобы не пригорело все грибы тоже готовы отправляем теперь в казан морковь и хорошо перемешиваем обжариваем морковь буквально чуть-чуть до полуготовности обжариваем морковь минут пять отправляем болгарский перец обжариваем еще буквально минуты две-три до полуготовности болгарского чтоб болгарский похрустывал обжарились овощи до полуготовности болгарский перец у нас дошел отправляем в казан саму лапшу чапче все уменьшаем огонь до минимума и теперь стоит задача чтобы прогреть лапшу чапче и заправить специями а специях сейчас расскажем тетя кладет в чапче 5 столовых ложек соевого соуса одну чайную ложку кориандра кладет тетя и пол чайной ложки черного перца отправляем чеснок и все хорошо перемешиваем очень тяжело мешается чапче поэтому тетя солит соль когда еще чапче находится в дуршлаге вот и старайтесь это делать в большом казане чтобы был размах а иначе все повыскакивает вот такой красивый аппетитный чапче уже получается все отключаем газ и отправляем заранее подготовленный лук все перемешиваем все черте готова можно подавать к столу итак друзья посмотрите вот такое аппетитное чапче получилось у моей тети очень ароматная вкусная уже не терпится попробовать это чапче я всех приглашаю на моему банковский канал пробовать эту вкуснятину ссылка как всегда внизу в описании под этим видео но это видео если вам понравилось ставьте пожалуйста тете пальчики вверх подписывайтесь на мой канал пишите комментарии нам очень приятно с вами общаться это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов огромное всем спасибо за лайки за комментарии за пожелания а также всем спасибо за просмотр всем пока пока приходите еще увидимся завтра